В понедельник, 28 сентября, Харцизский полигон твёрдых бытовых отходов снова удалось отвоевать у огненной стихии. На едкий дым, распространяемый на сотни метров от свалки, ещё в пятницу начали жаловаться жители близлежащих домов и дачных участков. Это был уже третий пожар с начала года. В июле месяце, начало сентября у нас первого по 11 число горело, и вот с пятницы по понедельник у нас такая ситуация получилась. Причины возникновения пожаров – это самовозгорание, способствовала всему этому сухая погода, уже 4 месяца засухи, как знаете, и сильные ветра. Естественно, сразу при возникновении малейшего очага начинается большое распространение благодаря ветру. В этот раз мы оперативно среагировали, вместе с пожарными Харцизской и нашими силами мы быстренько ликвидировали этот пожар. По состоянию на 5 часов, 28 числа уже была объявлена ликвидация. Мало того, что не исключается вероятность самовозгорания Харцизского полигона, пожары в окрестностях – тоже серьезная угроза возникновения ЧП. Да, после 11 числа, когда загорелись сады рядом с полигоном, пожарные тоже быстро отреагировали и не пропустили огонь на полигон. Тактика совместных действий харцизских коммунальщиков и пожарных спасателей давно отработана. Всем известна тактика. Это работа спецтехники нашей бульдозера, работа пожарных, связки. То есть бульдозеры разгребают, пожарные проливают. Когда свалка горит поверху, это одно, конечно, тушат пожарные. Но когда очаги уходят внутрь, тут в любом случае без техники и без бульдозера не обойтись. Содержание полигона требует немалых дополнительных средств. Но такой статьи расходов, как отсыпка пластов мусора инертным изолирующим материалом, у предприятия Харцизск-Коммунхоз пока нет. С мая месяца мы начали этот вопрос поднимать и подавали заявку на бюджетно финансированный в следующий год на устройство изолирующего слоя. Надеемся, что профинансируется, и тогда мы сможем провести полностью весь необходимый объем работ по обустройству этого слоя и избежание дальнейших таких вот случаев возгорания полигона. Эти работы, они не предусмотрены тарифом, и они довольно-таки объемные и в финансовом плане, и в практическом. Это не так дешево выполнить, как говорится. Поэтому самостоятельно мы этого сделать не можем. Мы можем профилактические какие-то мероприятия проводить, то есть притушивать, если где-то в поле загорелось, опашка, по траве посухой прибить, что-то такое. А такие объемные работы это только за бюджетные средства мы можем выполнить.